Всем привет дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить модификацию Sands of Fate на игру Mountain Blade. Ну что, на чем мы с вами остановились? Да, конечно мы с вами остановились на том, что нас просто разгромили в пух и прах. Это было очень неприятно и очень-очень-очень больно. Ну что, у нас получается осталась Адель и вот этот мужик Хендрих фон Тунна. Ну хотя бы, хотя бы два героя осталось, это уже меня радует. Конечно, третий чувак у нас просто пропал. Видимо, он сидит сейчас в каком-то городе, возможно мы его найдем, а возможно и не найдем, фиг его знает. По-прежнему у нас дела обстоят не очень хорошо, потому что Яфа захвачена. Тут, конечно, очень опасно и очень-очень-очень близко с нашим замком все это дело. Враги тут просто кишат, конечно, их очень много. Но в принципе, тут у нас есть у Иерусалимского королевства три замка. Если они соберутся, они могут, мне кажется, легко Яфу захватить. В этом проблем нету. Но пока как-то они не особо спешат, поэтому посмотрим, как пойдет дальше. В любом случае, нужно будет оборонять Арсуф до последнего, потому что это наш единственный замок. Ну по-другому никак. Как-то вот так вот, ребятушки. Так, давайте-ка посмотрим на отряд. По-моему, у меня новый уровень, да? Что, кстати, по вещам? Почему так все сильно залагало? Меня написали, оставляли комментарии, очень полезные, чтобы я оставлял вещи в гарнизоне, ну точнее в замке, все лишние вещи, чтобы они мне не мешались. Наверное, нужно будет скинуть что-нибудь. Сушеное мясо, вещь хорошая. Пока по провизии у нас все хорошо. У меня есть 6600 денег, это не очень много, в принципе. Ну сейчас посмотрим. Так, что у нас там? Да, есть новый уровень. Конечно, давайте вкачаем силу. Так-так-так-так-так-так. Верховая езда. Верховая стрельба из лука. Так. Ну давайте изучим, я думаю, мне это пригодится. Хотя нет, там, по-моему, арбалеты у нас идут только пешим. Мы с вами можем стрелять из арбалета только пешочком. Поэтому не будем это вкачивать. А вкачаем лучше с вами, знаете, что... Мощный выстрел. Да, также мне написали, что мощный выстрел как-то вообще не относится к арбалету. Не знаю, правда, не правда ли это. Позволяет персонажу использоваться мощным луком. Мощными луками. С каждым новым уровнем этого навыка максимум плюс четыре к параметру. Блин, фиг знает. Ну давайте так пока прокачаем живучесть. Будем такими танками, что ли. Одноручку и из арбалета. Я думаю, в ближайшее время я обязательно приобрету, ребят. В ближайших сериях куплю арбалет. Также писали очень полезный комментарий по поводу своего бизнеса. В общем, нужно открыть... Найти гильдмастера в какой-нибудь городе и открыть где-нибудь свое предприятие. Красивню или что-то типа того. Еще написали мне, чтобы я открывал где-нибудь... Ну там, где очень много союзников. И чтобы город находился где-то в центре. Чтобы не было никаких там захватов. Чтобы у меня все это дело процветало. И чтобы все было хорошо. Но опять же, Яфа была тоже, смотрите, подконтрольной. Вроде как все было хорошо. Тут очень много замков. Но опять же, ее захватили. А вот в чем проблема. Может в Акре? В Акре тоже как-то не особо, слушайте. Может, я думаю, вот в Тире открыть. Или вот здесь где-нибудь попробовать. Тут вроде как более-менее поспокойнее, посмотрите. Давайте-ка попробуем открыть в Триполи. Посмотрим. Там вроде как более-менее союзников очень много с двух сторон. Поэтому попробуем там что-нибудь открыть. Так, и у нас еще задание висит, кстати. Нужно найти сообщение отнести нужно к этому мужику. У нас находится управитель в Гибелет. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там. Ага, вот здесь, да, получается Гибелет. Окей. Возможно, он будет у нас там. Барон Вельтер де Брисбери. Окей. Хорошо. Если что, найдем. Так. Так же нужно будет прикупить корабль. И потом мы с вами уже сможем отправиться в плавание. Видимо, там тоже будут сражения различные. Но пока корабль как-то дороговато. Слушайте, то ли 7, то ли 9 тысяч он стоит. Пока как-то совсем дороговато. Давайте-ка зайдем в Акру. Посмотрим, что у нас тут. В таверне. Давайте-ка зайдем в таверну. Что у нас в таверне тут находится? Задель. Ну-ка, подвеси-ка немножечко. Странствующий ашик. Джейсон. Джейсон. Что за Джейсон? Давай-ка поговорим с тобой. Добрый человек. Не принесете ли мне выпить, а? Неужели я выгляжу как трактирщик, господин хороший? Примите мои извинения. В этом полномраке легко обознаться. До сих пор не верится, что другого пристанища у меня больше нет. Я был первенцем в семье и наследником своего отца, но потом моя мать умерла, отец женился и снова его новая жена решила сделать наследником своего сына. Она не могла крыто действовать против меня, но однажды я скормил внутряное сало, приготовленное для меня своему псу, и тот тут же околел. Я обвинил в этом матче. Короче, да, пытались, видимо, его как-то отравить. Я надеюсь предложить свой меч к услугам достойного командира, ибо это единственная подходящая профессия для мужчины в моем роду. Это, да, еще и землевладелие. Но пока что я вынужден спать среди воров, бродя, купцов и всякой другой черни с большой дороги. Так, окей. Почему на время? Я бы взял его навсегда. Почему бы и нет? Давайте-ка. Это было бы замечательно, мой господин. Я благородный человек, я предпочитаю сражаться с помощью копья и меча. Ну, в принципе, неплохо. Вижу, вы гораздо ниже меня по происхождению, но это ничего. Я не стыжусь. Так. Чего-чего-чего? То, что мне придется служить у неопытного командира. Если ваши люди не будут со мной слишком фимильярны, все будет хорошо. Понимаете, о чем я? Думаю, я с ними поговорю. Так, это очень мило с нашей стороны, но перед тем, как... Да-да-да, держи, чувак. Давай, пойдем. Нам нужны герои. Нужны герои этого времени, которые будут охранять тамплиеров, сражаться за тамплиеров и за Иерусалимское королевство. Естественно, берем. Так, что у нас на рынке? Давайте-ка продадим все тут, все это барахло. А что, у тебя же денег нет, что ли? У тебя уже нет денег. Что это такое? Арбалет. Давайте-ка прикупим все-таки арбалет в этой серии. Не будем уже медлить. Видим, тут арбалеты нельзя использовать на коне, Поэтому возьмем... Так, пусть будет. Прикупим 49 урона. Давай возьмем. Так, еще нужны будут болты, да? Стрелы, 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 болты. Плюс один к урону, 29 штук. Окей. Тогда берем. Сделаем вот так вот. В принципе, пусть пока лежит. И здесь... Может быть, еще один щит взять, слушайте. Как вариант, а? Ага. Давайте возьмем. Пусть будет щит еще один у меня. Почему бы и нет? Пока что сделаем вот так. Пусть будет такая оборона с двух сторон. Спереди и сзади. В принципе, хорошо. Так, хлеб у нас это все есть. Мед уже почти закончился, поэтому продаем его. Болты. Хлебушек, хлебушек. Хлеб тоже забирай. Сделаем вот так вот, наверное. Ага. Вот так вот, хорошо. Так. Окей. Арбалет есть. В принципе, арбалет есть. И почти 60 болтов. В принципе, на саду, я думаю, хватит вполне. Хорошо. Так. Так, 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 так. По лошадям что? Ага. Не, ну я здесь уже, получается, все продавал. Товары, товары. Тут тоже все, в принципе. Тут уже все, да? Вот, забирают это говно. Дешманское. Так, всего сотка, блин. Чего так дешево-то? Ладно. Давай вот так сделаем. Давай сколько есть. Хорошо. Все. В принципе, тогда уходим отсюда. Порт. 7500 стоит, ребят, корабль. Но пока у меня таких денег нету. Поэтому придется как-то вот так вот действовать. Хорошо. Давайте-ка сохранимся. Так, 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 так. Мне еще писали, чтобы я купил казарму, построил казарму в своем замке, чтобы в дальнейшем у меня появился какой-то командир. И, видимо, так будет лучше. Мы сможем нанимать войска потом. Возможно, так будет проще. Но пока направляемся, направляемся позадам. Возможно, там чувак от меня ждет. Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут? Адексер-тамплиер, это наши, наши караванщики идут. Фермеры. Куда они вообще направились? Ночью. Что это такое? Ладно, идем дальше. Так, ну что? Небель. Подожди, кто здесь? Блин, кто тут пробежал? Твою мать. Да, тут уже никого нету, посмотрите. Блин. Вот говно, а. Вы известный лидер, и вы получаете известие о том, что группа женщин выражает заинтересованность в том, чтобы присоединиться к вашему лавию. Да ладно, нечего себе. Ну, давай посмотрим, что это такое вообще. Очень интересно. Ну-ка. Подожди. Ёпта, да ладно. Маркетантка. Да ладно. Нифига себе. Шесть девушек в моем отряде сами ко мне идут. Это очень-очень приятно, конечно. Хорошо, почему бы и нет. Так, ну что? Я пока не встретил этого чувака, который мне был нужен по заданию, поэтому отправляемся... Так. Это же не ты? Нет, это не ты. Направляемся тогда в Триполи. Тут мы с вами попробуем что-нибудь открыть. Не знаю, получится, нет? Нужно будет найти гельмастера. Давайте сходим в таверну. Нет, подождите. Давайте сначала посетим порт. 7500 так же. Такая же цена абсолютно. И давайте сходим сначала на рынок тогда. Посмотрим, что у них тут есть интересного. И для начала, конечно, нужно все это дело продать. Все это ненужное. Так, подожди. Подожди, подожди, подожди. Что-то дороговато уже у меня вышло. Вот так сделаем. Так, лошадочки. Продаем это барахло. Ага, вот так хорошо. Так, и различные товары. Тут больше всего денег, смотрите, у них. Это, конечно, очень приятно. Сейчас все это дело продадим обязательно. Так, ну в принципе все, наверное. В принципе все. Так, что у нас в таверне? Давайте-ка посмотрим. Так, Айдель. Посредник. А у меня пленных-то вроде нету. Наемный лучник. Лучники мне нужны, нет? Почему у вас вообще? 565 четверо? Не, чувак. Что-то как-то дороговато. Прости, мужик, но нет. Так, стойте. Стойте, стойте, стойте. Отряд. Давайте-ка посмотрим. Где там у нас Джейсон? Джейсон. Давай наверх. Давайте с ним поговорим. Что у него вообще есть? По навыкам. Давайте-ка посмотрим. Ну да, Джейсон у нас тоже типичный танк. В принципе, будем собирать его в танка. Так и быть. Так, и того у нас получается. Сколько Адель у нас, по-моему. Давай-ка посмотрим. Мощный удар. Ну, в принципе, она тоже претендует на такого лютого бойца. Ну, блин, как-то я не знаю. Даже, слушайте. Как-то пока так себе. Так, окей. И у нас есть вот этот мужик. Давайте-ка поговорим с ним. Нам нужен будет инженер обязательно. И какой-нибудь врач, что ли. Или как-то раньше называли. Монах. Навыки, навыки, навыки. Ну да. Тоже такой. Тактика. Кажей счетный уровень этого навыка повышает начальное преимущество боя на один. Атлетика, владение оружием. Ну, типичный-типичный такой боец. В принципе, у нас три бойца. Я думаю, больше не нужно. Этого вполне хватит нам. Больше не будем набирать таких бойцов. Нам нужны лекари. Так, ну что, давайте прогуляемся. Или давай сходим в замок. Так, что у нас тут? Леди Эшива, Барон Раймон, Д-Триполи. Нет. Давайте-то прогуляемся по улицам. Так, что у нас тут? Посмотрите, герои появляются рядом с нами. Это очень приятно. Это очень приятно. Хоть мелочь, но приятно. Так, что это такое? Ну что, вот у нас тут все есть горожане. Давайте-ка посмотрим. Нам нужен какой-то миг гильдмастер. Пехотинец. Эпископ. Может быть, ты мужик? Слушай, давай с тобой поговорим. Типичный монах, смотрите. Такой суровый. Так, давай поговорим с тобой. Летний Закомин, вы, кажется, впервые. Я Триполи. Я духовный лидер этого города. Ага. Так. Работа есть какая-нибудь? Иерусалимское королевство и румский салтанат ведут между собой страшную войну. Из-за чего на нее наш город уже на грани гибели. Наши караваны погибают, едва выйдя из города. Их грабят и безжалостно уничтожают. Наши торговцы боятся, покидают городские стены. И ко всем нашим бедам налоги на войну съедают наши последние сбережения. Если вскоре не наступит мир, мы долго не продержимся. Так. Все это так, но как остановить это безумие? Есть попытки примирить. Ага. Так. Давайте по-четам по-быстрому. Тоже сжигает войну и мешает мирным переговорам вообще. Это барон Рено Де Шатильон из Иерусалимского королевства и Эмир Джамаль из румского салтаната. Пока они не изменят мнение или не потерпят влияние. Мира у нас не будет. Что можно с этим сделать? Сможете убедить одного или даже обоих. Да, это у нас уже было. Трудно, но я попытаюсь. Давай. Большинство торговцев в городе с радостью раскошелятся на поддержку такого плана. Я думаю, мы сможем собрать никак не меньше 12 тысяч динаров. Да ладно. Слушай, неплохие деньги вообще. Мы с радостью вознаградим вас, если вы справитесь. Угу. Должны согласиться на мир. А если кто-то из них окажется слишком упрямо, возьмете его в плен и держите до тех пор, пока не будет подписан мир. Ну, давай посмотрим. Давай возьмем. Может, что-то и получится. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим. У меня есть несколько вопросов. Политического свойства нет. Как богатство этого региона сравнить со остальными регионами Святой Земли? В целом, как известно, самый богатый город Святой Земли Ла Дикий. А здесь, в Триполи, мы беднее, чем один город в сумме и богаче. Ну, понятно. Самый продуктивный город это Тир, да? Хорошо. Иерусалим является самым богатым в Святой Земле. Здесь деревня производит меньше, чем в внутренних регионах. В 18... О, это понятно, мужик, хватит. Хватит, хватит, хватит. Угу, смотрите. Я хочу купить у города землю и попробовать заработать с него денег. Может быть, открыть стоило в Иерусалиме? Там, мне кажется, они не будут его отдавать. Это же как-никак... А, наверное, самый такой центр Иерусалимского королевства. Блин, даже не знаю, слушайте. Ну, там опять очень такая пустая местность, я бы сказал. Давайте здесь попробуем открыть. Я хочу купить у города землю и попробовать заработать с него денег. Прекрасно, милорд. Мы в гильдии знаем вас и доверяем вам. Прекрасно. Мне кажется, я смогу найти того, кто продаст вам землю. Ам, угу. Да, вам... Дам вам пару советов. Опытные работники всегда ценят на вес золота. Так что вряд ли вы откроете здесь более одного предприятия. Чтобы получить прибыль, вы должны производить товар, пользующийся здесь большим спросом. Но материалы для него производства должны быть дешевы. Дешевого предприятия вы намерена основать. Меренцу пекарни, пивоварню, кожаную мастерскую, маслобойню, винодельню, кузницу. Ткацкая мастерская и красильня. Ткацкая мастерская. Ткацкую мастерскую. Буду заготовить полотно из льна. Ну не писали, чтобы я открыл ткацкую мастерскую и красильню, видимо, да? Самое такое прибыльное здесь. Ну давайте откроем, почему бы и нет. Буду делать бархат из шелка и краски. Вот так вот пусть будет. Давайте попробуем, была не была. Возьмем ткацкую мастерскую и красильню. А, прекрасно, сударь, земля и материалы, из которых вы построите, красильнее обойдется вам. Чего? Чё так дорого, мужик? Я думал, всего 5000 будет. 10 тысяч, ёп твою мать. В настоящее время цена единицы. Бархат составляет. Ага. На производство также потребуется шелк. Средств общей стоимостью 1200 гинаров. Мне кажется, что за вычетом всех затрат на производство ваша прибыль составит 500, ну, 5 соток, да, короче, в неделю. Если вы, конечно, всё распродадите, и при условии, что цены останутся прежними. А я почти гарантирую, что прежними они не останутся. Вы можете... Желаете продолжить? Нет, мужик, у меня нет столько денег. Твою мать, вот говно, а. А если купишь что-нибудь другое? Например, мельницу. Ага, смотрите-ка. Тут полторы тысячи всего. Ага. А прибыль? Ха, 102, но это очень мало, конечно. Это совсем копейки. Так дело не пойдет, мужик. А если просто ткацкую мастерскую? 6000, да? В принципе, нам хватает, смотрите. 118 в неделю. Чё так мало-то, мужик? Маловато, мне кажется. Нет? Мне кажется, это как-то мало. И в аварне, кстати. А если кузницу? Кузницу, кузницу. 3500, да? 132 в неделю. А вот у копейки вообще абсолютно. Так, ну давайте-то я пока здесь ничего не буду открывать. Или чё-нибудь открыть такое может быть, а? Охота, охота всё-таки что-то приобрести. Пивоварня, сколько тут у нас? 2500 и сколько? 146, да? Ну, мне кажется, самое такое прибыльное это ткацкая мастерская и красильная. Чтобы их вместе открыть. Но надо очень много золотых для этого. Так, а если ткацкую мастерскую из-за дина, например, что мне готовить? Ну, тут, смотрите, вообще какие-то копейки вообще. 54. Ну, это мало, но это вообще копейки. Это когда я выйду в плюс. Это вообще жопа. Тут вот 118, в принципе. Угу. Видимо, в каждом городе по-разному здесь. Ну-ка, по винчику чё? О, по винчику. Вообще чё-то как-то плохо здесь. Совсем всё хреново. Пивко. Ага. Ну, тоже копейки. Абсолютно. Так. Так, 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 так. Кузница. Давайте открою кузницу. Посмотрим. Такой мой первый бизнес. А там уже посмотрим, как пойдёт дальше. Возможно, что-нибудь откроем ещё. В принципе, 3500 вкладываемся и 132 остаётся, да? Подождите, 3500 и плюс 500. 4, скорее всего. 132 в неделю. Ну, довольно-таки неплохо. Со временем, я думаю, всё это дело окупится. Ну, давай, возьмём. Возьмём. Очень хорошо, ваше производство должно будет запуститься в течение недели. Когда придётся... А, когда приедёте в следующий раз, обратитесь к главным кузнец насчёт этого дела. Ага. Хорошо. Главный кузнец, да? Главное не забыть, ребят. Главное не забыть. Вы уже управляете кузнецей здесь. Вам приятно. Не хватает квалификационных ремесленников, чтобы завести второй. Хорошо, хорошо, всё. Хорошо. Тогда уходим отсюда. Всё. Погнали. Триполи. Главное не забыть, что здесь у нас есть кузня. Главное не забыть. Хорошо. Так, 30 дней всего, ребят, чтобы утихомерить этих чуваков. Ага. Вот этого мужика, который разводит войну. И вот этого ублюдка. Мне кажется, этим вообще будет очень сложно. Потому что мы с ним вроде как враги. Так, где ты нас правишь, правитель, в Кирак? Это где у нас? Ну-ка, посмотрим. Так. Магистр Аймон Д.А. Испасла сообщение, что хочет, чтобы вы присоединились к его новой военной кампании. Вы должны привести с собой минимум 16 воинов, если у вас нет такого войска. Окей. Хорошо. Магистр Аймон Д.А. Хорошо. Сейчас посмотрим. Твою мать. Чё я так далеко-то? Не, мужик, ты вообще в какой-то жопе. Я думаю, я не буду убрать это здание. Посмотрим, как пойдёт. Если что, может быть, и возьмёмся. Так, сообщение, значит, да? Подожди. Кто меня? Это не то. Или, подожди. А, вот-вот-вот то самое, да. 16 человек должно быть, да? Не менее. День, когда было выдано задание. Ассальт. Это-то где? Это-это-это. Чё так далеко-то вы находитесь? Ну, давай, давай, сгоняем туда. Надеюсь, что я успею. У меня есть 21 день на всё про всё. Ну, погнали. Погнали-то туда. Посмотрим, что из этого... Так, что из этого получится? Кто у нас тут? Бедуины против фермеров. Помочь, что ли? Давайте поможем. Давайте поможем. Так, мужики, стоять. Так, конечно, фермерам помогаем. Поехали. Заодно немножко прокачаемся. Почему бы и нет? Так, а где фермеры? Где вообще фермеры находятся? А, сколько их там? Вставай-ка за мной, пацаны. Пробежимся, посмотрим, что у них там. Ага, вон они. Вон они, вон они. Вон они по карте всё видно. Хорошо. Ох ты ж, ни хрена себе. Слушайте, там их многовато. Давай-ка. В атаку погнали. Странные бедуины. А вот это было больно, конечно. Вот это было больно и неожиданно. Сукины дети, а. Коняшку-то за что? Коняшку за что, ублюдки? Дайте мне коня. Или хотя бы верблюда, я буду рад. Сука. Сранные бедуины. Сука, вот это было опасно, слушайте. У них ещё копия есть. Это очень и очень опасно. Опасно. Рыстровский удар и всё, я упал. Просто развалился. Давай, мужики, к гондонему. Ну, это бомжи. Бедуины просто бомжи. Верблюда, конечно, жалко. Блин, а. Ну чё? Повалили. Опять за гондонем, смотрите, верблюда. Ой, ну это вообще никчёмные, конечно, пацаны. Вообще никчёмные, ребятки. Адель упала. Чё с тобой, блин? Мадам, почему ты падаешь так быстро? Да. Вот, смотрите, эти барышни что-то пытаются сделать. Стой, стой. Стой, красавица. Подожди меня. О, поехали. На верблюде погоняем. Немножко не успел. Ой, рыцарь. Доблестный рыцарь на верблюде. Прекрасно. Так, ну всё вроде, да? Адель подставилась. Ну как так, а? Что за говно? Спасибо вам за помощь, господин. Мы спасли... Вы спасли нашу жизнь сегодня. Давайте возьмём. Почему нет? Пусть прокачивается потихоньку. Это очень хорошо. Так, бедуины берём в плен. Тамплиер, пилигрим. Солдат, тамплиер. Поднялись, пацаны, немножко. Ой, ну что это такое, все ранены? Ну, джейсон-то понятно, у него ничего не было. Это и понятно. Досту по вещам. Давайте поспорим, что у них тут. А давайте заберём всё это дело. Сейчас оденем нашего пацана. Так, подожди. Всё, готово. Хорошо, помогли, в принципе. Так, давайте сохранимся и посмотрим на отряд. Что тут у нас ещё можно прокачать? Ребят, джейсон, давай поговорим с тобой. Ну, у тебя, конечно, снаряга так себе вообще, ну, блюдская, да? Честно говоря, 22.6, 22.6. Ну, у меня, конечно, не лучший мужик. Держи копьё. Держи копьё. Рыцарский удар, там всё такое. Ещё, конечно, коня бы сюда, но пока нету. Ладно, тогда отправляемся дальше. Давайте-ка, наверное, мы заедем. Так, подожди. А-а-а. Четыре дня всего, ребят, нам даётся до Сальто. Тогда сразу едем. Я просто хотел заехать. Где у нас? В Арсуф. Но это будет очень долго, поэтому мы сразу поедем в Вассальто. Тут как-то опасно ехать. Я там не поеду, там, мне кажется, очень много врагов. Поэтому поедем по другой стороне. У нас в отряде не так уж много войск. Ну как, 55 человек и большинство, конечно, все новички. Это крестьянки, фермеры всякие. Блин, очень опасно, конечно, тут ездить. Если врагов будет много, то нас просто поломают. Если мы сейчас кого-нибудь встретим. Так, чувак, барон. Спокойно. О, вон уже гоняют. Смотрите, вон уже гоняют эти ублюдки. Тихо, тихо, тихо. Нужно прокачивать скорость. Нужно прокачивать скорость, чтобы от них убегать. Это я точно, это я понял. Одно я понял точно. Нужна скорость тут. Иначе никак. Нас будут просто постоянно догонять. Так. Ну, смотрите, у него какой. 108 человек. Ну, в принципе, 108 человек это немного. Мужик, там опасно, как бы. Я бы тебе не советовал туда ехать. Там вообще какая-то жопа происходит. Так. Главное сейчас не нарываться ни на кого. Это просто будет печально. Это будет очень печально. Ассаль, значит, да? Ну, скорее всего, сейчас мы отправимся куда-нибудь вот сюда. На Адратум. Адратум. Адратути, блин. Такое название. Так, ну что, пацаны, вы здесь где-то, нет? В принципе, я уже на месте. Тут у нас бандиты. Пустынные бандиты. Так. Так, 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 так. Аймон Д'Айс. Да, он здесь находится, посмотрите. Хорошо. В принципе, успели. Давайте посмотрим на отряд, что у нас тут. Ну, Джейсон вроде как восстановился почти. Адель вообще убитая в хламенос. Так сказал, как будто она бухая валяется. Ладно, тогда мы с вами продолжим, ребят, в следующий раз. Видимо, мы направимся на военный поход с этими пацанами. Посмотрим там, что вообще получится. Возможно, будет первая осада. Не знаю. Посмотрим, как пойдет. Ладно, ребятушки, тогда мы с вами сделаем здесь перерывчик и продолжим в следующей серии. Если вам понравилась эта серия, конечно же, не забывайте ставить лайки и также подписываться на канал. Всем спасибо за внимание. С вами услышимся в следующий раз. Всем удачи и всем пока.